Кальян Агач Кальян Агач Кальян Агач Это премиальная линейка, абсолютно новые. А что сразу про них скажу? Давайте начнем сразу с цены. У меня сейчас максимально полный комплект. И вот в таком вот полном комплекте он стоит 8-800. А если просто шахта блюдца, то 6-100 в розницу. Если плюс колба, то плюс рублик. Если шланг с мундштуком, то тоже плюс почти рублик. То есть за полный комплект вам придется отдать примерно 8-000 рублей. Так вот, я его покурил. И что могу про него рассказать? Начнем, наверное, по порядку. Давайте из-за того, чего он сделан. Это дерево. У меня есть два варианта. Это более классический паркетный цвет. И, конечно же, такой зимний. То есть типа айс. Я сейчас в этом вижу, знаете, немного вуки. Как бы расцветочки, все дела. Но, как я думал, а гачу до вука еще немного далековато. Давайте разбирать. А у кальяна вот такая вот форма. Максимально простая, минималистичная. Ничего такого вау нет. Но этот вау-эффект может быть даже просто в самом, блядь, в самой ровной чашке. Допустим, как мои чашки. Вроде бы ровные, а вау. Ладно. А это у нас кальян-дерево. Что касается внутренней части, у нас идет NERJ AIS 304 с 12 мм. То есть а-ля Халил Мамун без диффузоров, без спидерских наклонностей и всему подобному. Тяга у него достаточно такая с сопротивлением. То есть реально Халил Мамуновская классическая тяга. Что касается клапана продувки, то по клапану здесь все довольно-таки тоже интересно. Я вам сейчас даже это продемонстрирую, пока у меня греется чашечка, да, чтобы как бы все подробнее было. Так. Давайте вначале я скажу, что касается блюдца. Блюдца у блюдца. А-ля Ивана подобное блюдца. Не очень приятного материала, да, оно не царапается, оно из нержавейки. Но прикасаться к нему крайне неудобно. Потому что ты чувствуешь это, вот это покрытие, и тебе прям начинается тело вот так вот, как будто доской в обдоску. Знаете, труд, фу. Так вот. Собственно, здесь, как мы видим, три белые, одна черная чернильница и три чистые дырочки, да. Это у нас такая продувка. Продувка здесь горизонтальная. Но, что самое интересное, этот кальян я и тогда не смог раскурить, и сейчас не мог раскурить. Но могу сразу сказать, что выполнен он не совсем как бы качественно, хоть и линейка премиальная. Есть здесь такая продувка под названием 360 горизонтальная. Ой, вертикальная, да. По минусам таких продувок на многих кальянах. То, что ты продуваешь, все равно образуется конденсат, образуются капельки, и это все потом начинает течь просто по основанию, и не всегда это очень приятно. Также, если у вас дома есть домашнее животное, то вот этой части, именно под блюдечному основанию, будет пиздец, как потому что он собирает всю шерсть. Он шершавый, и он начинает собирать всю шерсть. Что касается дерева, здесь используется особо прочная лиственница, ее там подкрашивают, все делают, все остальное, как бы есть текстурка, да. Но, если присмотреться, то по обработке, именно самой древесины, есть маленькие косяки, есть где-то больше, но это, с одной стороны, это дерево. Но, проклейка желает лучшего, потому что здесь очень видно слой, то ли это клей, то ли это эпоксидка. Далее, вот здесь, получается, немного не рассчитали в миллиметрах, и накладка гораздо шире, чем основание, которое это все проклеивается, и начинаются идти сколы. У меня уже пару сколов есть на дереве. Также, давайте посмотрим на систему именно под шланг. Называется она хихлик, хихлик, что-то такое, короче, на татарском, наверное, да. Она магнитная, магнит установлен внутри. Но, как мы все знаем, что эту технологию запатентовал Мэтт Пир, а магнита не видно. В этом весь прикол, что магнита не видно, и, возможно, этим самым ребята придумывали новую технологию, которая никак не подходит под патент Дениса из Мэтт Пира, да. То есть, шучок такой вот, коннектор. Очень прикольный, минималистичный, похож на гильзу. Он просто чик и засунулся, без шума, без щелчка. Также производитель уверяет в том, что именно вот эта технология, как бы, ну, при ней замена магнитов вообще не нужна. Типа, с магнитом ничего не происходит. Что касается диаметров основания и диаметров колбы, которые продаются в комплекте с этим кальяном, они крайне не дружат. То есть, как будто ты натягиваешь 16, как будто ты натягиваешь 12-летнюю девочку на свой елдак, и при этом боишься, что сейчас все разрушится, и просто колбаешь, не отрезнет. Как бы с опасочкой, да. По курительным качествам колян мне, в принципе, нравится. Хорошая такая тяга с сопротивлением. Очень круто все курится. Мы забили табачок, поставили 4 угля, и давайте, собственно, попробуем все это раскурить. Все раскурилось. Все свободны. Как я и говорил, да, начинает уже течь вода, просто ты залил воду, поставил, и продул первую тягу, и по основанию потекла вода. Для любителей пидорских тяг кальян не подойдет сразу, не покупайте даже, не тратьте свои пидорски заработанные деньги на этот кальян, он вам сразу не подойдет. Также, что касается, допустим, такого понятия, как, а нужен ли этот кальян вообще. По идее, кальян интересный, да, и сама Казань делает довольно-таки интересные кальяны, да, это у нас очень много производителей из Казани. Давайте начнем, наверное, с самого лучшего кальяна, который делают в Казани. Как вы думаете, какой это кальян? Правильно, это Diamond Hooker. В принципе, кальян минималистичный, и как бы, ну, такого ничего не вызывает, но при этом курится он довольно-таки хорошо. И я вот, честное слово, в последнее время уже не знаю, как описывать кальяны, и... Просто, если я начну доебываться абсолютно до всего, да, то любой кальян будет просто дерьмом, потому что я уже просто на автомате вижу все косяки в любом кальяне. Поэтому, как бы, я пытаюсь все это перебороть, перевалить как-то более какими-то прикольными качествами, но про кальяны сейчас уже нечего рассказывать. Накладка, основание, погружная шахта, блюдце, коннектор, до свидания, все хорошо, всем спасибо, да? Поэтому... Можно лишь только курить, курить и не париться, да? Курица и курица, отлично. Давайте вообще будем снимать обзоры, так, курица, блядь, и курица, заебить, все, кальян, хорошее. Но нет. Нужно более детально все это разбирать. Что касается мундштука, он очень большой и очень длинный. У него есть какие-то три полоски, это а-лямп дизайн, а-ля, типа, круто, вот, мы использовали не просто погружную шахту, вам как мундштук впариваем, а именно отдельно, да, погружная. То есть, отдельно мундштук. Немного заужены, мундштучки залазят хорошо, внутрь и снаружи, как бы. По основанию у меня, ой, по коннектору у меня есть проблема. Он очень тоненький и очень хуёво внутри обработанный. То есть, если примерно присмотреться, то видно все работы, которые с ним производились. Также, что касается синенького кальяна, да, голубесно, голубесно, голубо-небесного такого цвета, то у него текстура гораздо больше и кажется, что ее прям реально просто нашли, достали с параши. Ну, кальяна и агач. А, вообще, скажу так, что есть, как бы, вот, в последнее время российские производители, они начинают массово расти, массово появляться. То есть, идет такое перенасыщение, в принципе, про которое я говорю каждый выпуск. То я сделал свои выводы, допустим, почему салон Ларгуса, Лады, очень похож с Ниссаном, да, вот как модель называется, которая в такси. Абсолютно один в один. Это база. Так, чтобы не тратиться лишний раз, а просто покупают базу и запихивают в свои говномобили. То же самое, мне кажется, и с кальяном, только здесь никто официально не покупает. Здесь все пиздят. Есть такой кальян, Юнион, да, называется он. Так вот, кто-то из них придумал похожий дизайн. А, еще тотем. Кто-то из них придумал похожий дизайн. Выпустили, остальные пиздили базу, придумали название и вуаля. Да, тотемы, юнионы, агачи и прочее-прочее, да. То же самое, допустим, взять базу кальянов Маклау, да. Есть основание, есть шахта, есть хуйня посередине, какая-то фигуристая. Взять основание кальянов души, да, то есть база. Это шахта деревянная, и в ней из нержавеющей стали какой-нибудь предметик лежит. Все. База есть, база спиздена, вуаля. Но мы сейчас не про это, про это вообще отдельный выпуск надо снимать, мне кажется. Про базу и воровство в кальянной культуре, блядь. Потому что воровства реально много. По кальянам. Еще раз. А, купить, не знаю. Если бы мне его сказали бы, показали бы года три назад, я бы не задумываясь, сказал, бля, ребят, покупайте, всего 6 тысяч рублей. То сейчас, гуляя по выставкам, я понимаю, что за 3 тысячи можно купить нержу охуенную, да, качественную. То тут дерево, дерево, где видно все это остальное, за 6 тысяч как бы дороговато. Поэтому этот демпинг не приведет нас ни к чему хорошему, только лишь к тому, что многие уйдут с рынка, которые себя уважают. А останется только лишь ребята, которые любят демпинговать и продавать нержу за 3 куска. Возможно, как потребителю, студенту это очень круто, но это лишь маленькая часть. Если смотреть это все с колоссальной стороны, такой с большепроцентной, то ты понимаешь, что это очень плохо. Да, кстати, что касается мундштука, на шланге у меня софт-тач только что порвался, разошелся, то, что я его сгинал, не сгинал. Мне очень интересна вот эта система крепления мундштука к коннектору, то есть либо коннектор к мундштуку. Как они его обошли так, что в этом поле циталии пластики не видно магнитов. И как понять, что магнит менять не надо? Возможно, он изначально там запрессованный так, что его просто не видно и доступа влаги к нему нет. То есть он полностью залит уже пластиком. Ну, хуй его знает. Что касается продувочки, то она 50-50. Во-первых, она пердит, как старая бабка. Не очень приятно это слышать. А во-вторых, колбас первого раза не продувается. Собственно, вот так. Но табак на нем гораздо насыщеннее курицы, чем на других кальянах, у которых очень легкая тяга. Я думаю, все с этим уже знакомы. Чем сильнее сопротивление, тем насыщеннее вкус любого табака. Про блюдце я сказал. Оно съемное. И мне... Оно очень... Оно очень шумное. Меня эта, сука, бесит. Хочешь помыть кальян, он весь гремит из-за этого блюдца. И меня эта, сука, тоже бесит. Ну, блядь. Это все, в принципе. Кальянагач, Казань. Думаю, про него все вам рассказал. 6 тысяч рублей это просто шахта блюдца. А 8 тысяч это колба, шланг, мундштук. Коннектор, шахта блюдца, резинки. В принципе, все. Это... Да, Вадим, это кальянагач. А если ты его курил, если он у тебя есть, просто напиши комментарий. Блядь, у меня есть. Посмотрим, сколько вас.